Я совершенно не планировала, я занималась техническими вопросами. Из-за этой жары компьютер у меня стал взрыкиваться. Я пересела к ноутбуку, просто включила конференцию, чтобы послушать. И вдруг услышала, что меня призывают на помощь. Поэтому я здесь. Возможно, не просто так это все произошло. Я тоже вас благодарю, Елена, за приглашение. И очень надеюсь, что все те, кто пришли не на меня, а на Тамару, будут не разочарованы. Наверное, как сошли звезды, о которых она хотела нам рассказать. Наверное, это тоже кому-то было нужно. И, естественно, Елена была права, я буду вас тоже очень часто просить, выходить со мной на связь, давать мне обратную связь, потому что это очень важно. Разговаривать просто так с монитором не очень приятно. Это, во-вторых, я тогда не чувствую вашу энергетику и не могу прочувствовать поле. А в семинарных комнатах, на конференциях очень хорошо накачиваются энергетические комнаты, особенно с замечательными организаторами. У каждой комнаты ведь своя душа, свои организаторы, они складывают каждое свои значение в то, что делают. Вот в этой комнате очень приятно, очень комфортно находиться, очень тихо. А сейчас, я думаю, сейчас покончу этот микрофончик. Да, ну давайте тогда вы мне поставите какие-нибудь... Я возьму микрофон в руки, вот так. Так, наверное, будет получше. Поставьте, пожалуйста, мне по десятибальной системе качество звука. И я хотела бы начать, и мы с вами бы... Да, благодарю. Благодарю. Я подготовила практики. Периодически я практикую вебинары, выступления чисто лекционные. Иногда я это сделаю в виде практикумов, и даю очень много практик. Потому что, когда мы находимся все вместе в одном поле энергетическом и выполняем одновременно практику, то совершенно другие результаты бывают в плане тех ответов, которые приходят, и в плане усиления энергетики, потому что в общей энергетике это происходит намного приятнее и легче. Я благодарю Юлию, Наталью, Елену и Людмилу за то, что вы вышли со мной на обратную связь. У меня стоят все индикаторы по максимуму. Микрофон я практически уже держу близко-близко к губам. Так что ничего другого я поделать, к сожалению, не смогу. Очень надеюсь, что меня все-таки слышно. Дорогие мои, любимые, находящиеся в поиске ответов на свои вопросы, те, кто пытаются и идут этим путем, а те, кто идут, они всегда находят, пускай не так быстро, как нам хотелось бы, но это все равно происходит, и я хочу выразить вам свою признательность и благодарность за то, что вы идете по этому пути. У нас, конечно, мало идущих по этому пути. Многие не понимают, многие не знают, а многие просто ходят хватануть чего-то такого, просто послушать, да, не применяя к себе. Но все знания, всю информацию, которую вы впитываете в себя, если это не пропускать через себя, если это не становится нашим образом мысли, если это не становится нашим мироощущением и мировосприятием, то все это бесполезно. Особенно это касается энергетических практик, всего того, что очень любят на вебинарах попрактиковаться. Если это не становится вашим навыком, если вы так не живете, то все это абсолютнейшая ерунда. Поэтому я призываю вас включаться и начать я хотела бы с того, что поставила бы вам практику, которая позволит вам очиститься от ментального мусора, от всей той мусорной информации, которую мы с вами с утра до ночи получаем. Если вам эта практика понравится, вы потом напишите Елене и получите возможность пользоваться этой практикой в течение каждого дня, если вам это понравится. И мне бы хотелось, чтобы вы поговорили со мной и вошли со мной в диалог и поставили плюсики, если вы хотите, если вам это интересно и вы готовы. И в таком случае я включу эту практику. После нее у нас еще будет с вами практика, которая позволит нам наполниться энергией. То есть сейчас мы ментально прочистимся на ментальном уровне, а потом мы с вами почистимся, наполнимся энергетически. Это практика, которую в прошлый раз, в предыдущем выступлении мне не удалось включить, нам не хватило времени. Практика наполнения энергиями силами стихий. Очищение и наполнение гармонизации своего внутреннего состояния силами стихий. Благодарю Юлию, Оксану, Люсию, Наталью, Людмилу, но мне бы, конечно, было намного приятней, а вам бы намного полезнее и комфортнее, если все остальные присутствующие в комнате, благодарю Анну, тоже бы подключились, потому что практику я сейчас включу. И пока она будет идти, я очень надеюсь, что я сейчас ту практику включу, потому что в прошлый раз я что-то тут репортачила. Я включаю. И, пожалуйста, там вначале будет проигрыш музыкальный, вы, пожалуйста, дайте мне знать, если не будет слышно, напишите мне, я тогда что-нибудь придумаю. Ну, поехали. Спасибо. 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 Ну что, мои дорогие, я думаю, вы вернулись, и буду признательна, если вы мне поставите плюсики, кто честно делал практику и кто вернулся, чтобы я увидела, насколько вам это было интересно. И, конечно, если вы еще пару слов напишете понравилось, не понравилось, опишите свои ощущения, что с вами происходило и сейчас, как вы себя чувствуете без обратной связи все не имеет никакого значения если кто-то не хочет описывать, то просто поставьте плюсики что вы здесь, даже если вы не делали практику это блоки, которые стоят на определенных чакрах с этим надо работать и убирать себя что-то есть такое, что вас беспокоит и скорее всего вылезает из глубин подсознания благодарю, Наталья рада, что вам понравилось вот в таком стиле я работаю это, конечно, медитация не сильно рабочая она, конечно, рабочая потому что самое главное в моменте медитации у нас же принято считать, что медитация это просто релакс и расслабление это не просто расслабление тела и ума когда я работаю в медитациях это практика, конкретная практика работа с подсознанием выходим на глубокие уровни слои, погружение очень глубокое очень действенные практики и если вот такая реакция, Юленька, как у вас значит есть проблема, с которой надо работать я сегодня хотела рассказать немножечко о чакрах если будет желание и возможность у нас временная я бы с вами, конечно я прошлась бы рассказала вам о том какие обычно страхи и проблемы нас ожидают и оставляют свой след в определенных чакральных областях и зонах наших а если есть, Юля, и вы еще знаете то надо работать понимаете, нельзя это все оставлять и не всегда можно справиться только с осознанием проблемы как таковой если с ней ничего не делать не владеть технологиями которые помогают изменить свое ощущение себя в этой ситуации, в мире ощущение людей, которые втянуты в эту же ситуацию с вами то мы просто ну, зря проживаем свое время мы теряем время а у нас его с вами не так уж и много Люсия, я рада, что вам стало легко и понравилось если кому-то захочется воспользоваться этой практикой еще раз то, пожалуйста, напишите Елене и вы получите такую возможность пользоваться этой практикой ну, и так как тема у нас заявлена сегодня про прощение мне бы хотелось спросить вас актуальна ли эта тема для вас на данный момент находитесь ли вы в ситуациях когда отношения с кем-то именно построены на обиде возможно, даже непроговоренной есть, Юлия ну, почему-то я так и подумала что у вас есть очень часто все наши обиды на людей на ситуации на мир можно свести к обидам на себя мы очень часто обижаемся на себя Татьяна, я очень рада что вы не находитесь в таком состоянии но я думаю, вам будет все равно интересно потому что будут еще праздники практики поэтому не уходите на ситуацию дело в том, что мы с вами существа интересные люди человеки, да и привыкаем воспринимать себя и окружающий нас мир только как физически плотную субстанцию только то, что мы можем увидеть и распознать своими органами чувств потом выдать определенную реакцию на это и вынести свое суждение дать свою оценку всему, что с нами происходит мы так устроены этот алгоритм его изменить невозможно он есть и очень часто мы забываем а некоторые даже и не знают но я думаю, что вы не относитесь к категории тех людей которые не знают, раз вы здесь что наш мир состоит не только из физического пространства из этого видимого и плотного мира есть еще невидимый мир тонкий мир тонкая реальность те самые энергии о которых сейчас очень модно говорить очень много людей говорят об этом и учат работать с энергиями и практиками разными и вот хочу вам сказать что любая ситуация которая с нами происходит и особенно не прикрываются каналы а как мы их закрываем после вот вы знаете я конечно прошу прощения никого не хочу обидеть но открываются каналы что значит открываются каналы какие вы имеете ввиду каналы понимаете это такой попсовый вариант восприятия того, что происходит открыть канал войти в него и напитаться энергиями это попса извините за выражение если даже это звучит грубо денежный канал открыть его тоже невозможно просто так открыть вот конкретно Юля мне просто интересно чтобы понять в какую сторону вы направляете свои мысли что для вас открываются каналы мы вот сейчас в данной практике которая была конкретно работа шла на уровне вашей собственной психики и работой с энергоинформационной структурой вашей личности ни о каких каналах там речи не шло мы убирали вот смотрите вы с кем-то общаетесь вас и слышите то что вам не очень приятно слышать в свой адрес допустим вот находясь в состоянии непрощения с кем-то да то писали же что есть ситуации такие вы что-то слышали в этот момент о себе про себя о том как вы живете о том как вы что-то не так делаете и у нас много таких ситуаций особенно с детства тянущихся и в школе и родителей и потом ну много всего такого и есть вещи которые слова которые мы слышали и умом мы понимаем что это не так что это фигня что ну я так про себя даже не думаю я не согласна да но внутреннее сопротивление растет во первых а во вторых эта фраза она остается у вас в голове особенно если это было в моменты какого-то эмоционального стресса в состоянии такого душевного когда ваше душевное состояние находится не в равновесии когда вы находитесь в таком шатком состоянии это все проникает в нас в виде программ чужих программ чужих мнений которые живут в нас совершенно отдельной жизнью мы своим сознанием можем думать про себя совершенно одно и вот я прощаю и легко становится становится легко только потому что вы себе сознанием говорите что вы прощаете потому что прощать нужно потому что это духовно потому что все призывают прощать потому что потому что и потому что но внутри это ощущение обиды злости и гнева оно подавляется а раз оно подавляется оно продолжает жить оно продолжает жить независимо вашего сознания и оно продолжает жить совершенно на других структурах, на наших энергетических структурах, на тонких структурах, в энергетических полях, это все прорастает, и отсюда у нас прорастают потом блоки, вот почему мы начинаем себя жалеть в некоторых ситуациях, включается такая жалелка, и мы попадаем, называю ее страну жертв, бедная я несчастная, и как мне не повезло, и муж не тот, и страна не та, и работа не та, и денег нету, и эту песню мы начинаем внутри себя крутить, мы еще больше загоняем себя в состояние жертвы, это очень нехорошие вибрации, скажем так, но при всем при этом, помимо вибраций, это еще и активация наших страхов и блоков энергетических, которые перекрывают течение энергии внутри нас, энергия не циркулирует так, как ей полагается по природе своей, потому что мы обросли за огромное количество прожитых лет и тех убеждений, которые в нас уже существуют, и мы постоянно подпитываем эти программы, эти конструкции, которые в нас живут. Поэтому ситуация у себя будет повторяться, она будет повторяться, потому что на самом деле, вот тот момент, что вы прощаете, а на самом-то деле вы не прощаете, это так называемое мнимое прощение. И из любой ситуации надо выносить как бы урок, тоже звучит банально попсово, но я чуть попозже расскажу о том, как это происходит и для чего это нужно, и что вообще происходит. Единственное, конечно, хочу вам в очередной раз сказать, не знаю, кто бывает на встречах со мной, уже слышал, наверное, много раз, что цель нашей жизни, она определена не тем, чтобы заработать денег или добиться каких-то благ, или кого-то простить, или выйти замуж. Это не те цели нашей жизни. Цель – это способы познания себя, то, через что мы начинаем идти, чтобы понять, что мы из себя представляем. И цель у нас одна у всех, только каждый идет своим путем – научиться узнавать себя, познавать себя, узнавать, что не то, что не так, исправлять, трансформировать, поворачиваться к себе, то есть открывать свою внутреннюю целостность, раскрываться, и от этого пути, по которому мы идем, получать удовольствие. А когда мы начинаем входить в состояние жертвы, жертвы ситуации, жертвы обстоятельств, то мы перекрываем поток, ну, говоря попсовым языком, закрываем канал. Вот в данном случае это будет уместно. Мы перекрываем себе, мы закрываем себе пространство, и получается, что мы начинаем существовать в каком-то таком коконе, как цветок, который раскрылся, а мы в этом цветке с вами сидим, вот потом цветочек закрылся, мы в нем, все, мира вокруг нет, есть только эти лепестки, я и я осталась наедине со своим внутренним миром, и я начинаю продолжать накручивать себя, какая я бедная и несчастная. Вот наша задача узнавать, во-первых, сначала понять, почему я себя так чувствую, что провоцировало вот такое восприятие себя, что-то же повлияло на это, что-то произошло. Вот когда мы находимся в состоянии, когда нам неприятно, некомфортно, когда мы злимся, когда мы гневаемся, особенно в отношениях, либо если это какая-то жизненная ситуация, обстоятельства, в которых мы находимся, то это на самом деле возможность не ощутить себя жертвой, а возможность такой сигнальчик для того, чтобы остановиться и задуматься, что-то не то. Моя душа меня куда-то ведет, а я сопротивляюсь. Так как наша душа не может с нами общаться, вот так, как мы с вами вербально, и в словах все рассказать. Юля, вот тебе надо то-то, то-то и то-то, а Люсия, тебе надо так-то, так-то и так-то. Наша душа с нами так не может общаться. Она общается с нами совершенно другим образом. Да нет, я нафиг всех посылаю и не обижаюсь. Ну подождите, ну вы же написали. Я прощаю и легко станет. Но ситуация повторяется и опять прощаю. Это очень сильно напоминает хождение по кругу, нахождение в так называемых кармических ситуациях. И тут вы пишете, я всех нафиг посылаю и не обижаюсь. Ну либо вы противоречите сами себе, либо просто определитесь конкретно. Либо защищаетесь, внутри себя включаете защитные механизмы. Самое главное и самое сложное, это признаться себе, сказать себе правду. Да, я обижаюсь, да, я гневаюсь. Будь то родители, будь то дети, будь кто угодно. Как только начинаешь признаваться себе в своих собственных чувствах, что я чувствую на данный момент, и что я думаю на данный момент, мы уже делаем большой шаг, такой прорыв к тому, чтобы услышать себя и понять, что происходит. Вот когда нам плохо, значит в этот момент что-то у нас активизировалось. Какая-то наша боль, обида прошлого, душевная травма детская. И это все в нас живет всю жизнь. Если даже в детстве, в юношестве, в отрочестве, в момент нашего становления и познавания мира, жизни и себя, мы сталкиваемся с ситуациями, когда что-то с нами происходит и вызывает у нас какое-то стрессовое состояние, то это все бесследно не проходит. Это все прописывается у нас на энергоинформационной составляющей. То есть информация обо всем об этом продолжает нас жить. И если мы своим сознанием уже сейчас не помним того, на что мы обиделись в детстве, но будучи уже взрослыми людьми, мы всегда с вами выдаем реакцию на те события, которые с нами происходят, исходя из того самого детского состояния. Вот как в детстве мы на что-то отреагировали, так и во взрослом состоянии мы тоже отреагируем. Именно поэтому мы плачем, именно поэтому мы чувствуем себя жертвой. Потому что, будучи детьми, нам всегда кажется, что мы центр мира, и все, что происходит, все происходит для нас и за нас. И когда что-то не получается, то дети обычно делают вывод внутри себя. Это я виноват. И так мы продолжаем с этим жить, особенно если мы этого не знаем. И вот сейчас уже, будучи взрослыми людьми, имеющие и детей, и внуков, и карьеру, и все что угодно, но продолжая попадать в какие-то неприятные ситуации, особенно если это моменты ссоры с кем-то постоянной, не ладится отношения с мужем, с родителями, с кем угодно, когда мы не можем простить, когда мы внутри обижаемся, когда мы внутри злимся и гневаемся, значит, в этот момент затронута наша та самая детская травма. Она просто активизировалась. Любая такая травма, она живет в нас, в виде энергетической конструкции, которая вот, это то, что называют блоками энергетическими. Это те конструкции, которые имеют у каждого свою определенную форму, в зависимости от того, сколько лет она живет, вас, на какой вибрации она существует, чем вы ее подпитываете, холите ли вы ее или лелеете, наслаждаясь своей несчастливостью, потому что опять-таки это человеческая предрасположенность, наша психика так устроена, что мы привыкаем черпать энергию из страдания. Именно поэтому, милые дамы, так часто втюхиваются в отношения с мужчинами, когда нас не ценят, не любят, потому что внутри нас этого тоже нет. И привычка страдать, она остается на всю оставшуюся жизнь. И психика при этом наша черпает энергию из этого. Если этого не будет, то не будет как бы смысла на его существование. Это происходит не на сознательном уровне, это происходит все на глубинных уровнях, из глубин нашего бессознательного подсознания. Поэтому просто если вот на данный момент вы сейчас находитесь в состоянии обиды, претензии к кому-то, или бы претензии к себе, то надо просто разбираться и понимать, что к этому привело, какое ваше отношение к себе привело к этому, какая травма активирована. И когда мы начинаем работать с травмами, убираем их, выстраиваем, вот задавая этот вопрос, что происходит. Не почему я такая бедная, несчастная и несчастливая, а что происходит, в какую сторону обратить внимание вовнутрь себя. Это наша с вами основная задача, иначе мы никогда не сможем позволить себе прийти к счастью и начать наслаждаться жизнью и теми шагами, которые мы делаем в жизни. Скажите, пожалуйста, вот прошел небольшой промежуток времени между первой практикой, и мы с вами немножечко пообщались, и я бы хотела вам сейчас предложить практику очищения и наполнения энергиями стихий. Вот это чистая энергетическая работа, наполнениями вибрациями, чистыми вибрациями, вибрациями Вселенной, вибрациями природы, чистейшими, я думаю, вы все знакомы со стихиями. Есть у вас такое желание? Как раз будет возможность у вас отследить и понять, активны ли на данный момент в вашей жизни какие-то блоки, потому что они начнут каким-то образом вам давать о себе знать в этой практике, в этой медитации. Благодарю Татьяну, Люсия. Еще кто-нибудь хочет попробовать и поучаствовать? Чем большее количество народу одновременно делает одно и то же, тем более мощное поле энергетическое мы с вами накачиваем и находимся как бы в одном пространстве вместе. Благодарю, Наталья, Юлия. Я вижу, люди заходят. Пожалуйста, подключайтесь, присоединяйтесь, не отсиживайтесь. Я понимаю, что у нас всегда есть чем заняться дома, но всегда напоминаю о том, Людмила, благодарю вас, напоминаю о том, что если вы ищите ответы на какие-то вопросы, что-то хотите изменить в жизни, прийти к какой-то трансформации, если вы недовольны качеством вашей жизни и ходите на вебинары, то нет никакого смысла просто слушать в полуха то, что вам там рассказывают. Вы знаете, мы рассказываем много, нас много, мы все разные, каждый в своей отрасли, где-то глубоко, где-то по-разному. Если хватать по верхушкам, то там, то тут, то никакого толку не будет. Надо работать глубоко, вовнутрь себя. И если уж вы пришли, и если вам предлагают поработать практиками в общем поле, то упускать такую возможность, извините, это не уважать, во-первых, себя в первую очередь, ну тогда я вам предлагаю просто закрыть окошечко конференции и заняться своим делом, потому что когда мы раздваиваемся и расстраиваемся, тут что-то слышим, тут что-то делаем, там еще с детьми, тут еще с мужем, то мы часть своей энергии оставляем везде, часть своего внимания, часть своего сознания, часть своей энергии, мы ее разбрасываем. И представляете, сколько раз в течение дня мы вот так разбрасываем себя, а потом собраться в кучу, это не каждый умеет. Вот сейчас у вас есть такая возможность к концу дня научиться этому и пользоваться тем, чтобы помочь себе сгармонизовать свое энергетическое состояние. Когда у нас энергетическое состояние сгармонировано, сбалансировано, находится в нужных вибрациях, накачанное, то это не может не отражаться на нашем психоэмоциональном состоянии и нашем физическом состоянии. Поэтому я еще раз сейчас спрошу, и вот надеюсь, что вы включитесь. Единички поставьте, кто хочет, и пройти вместе, в совместном поле, энергетическую практику наполнения и гармонизации энергиями, силой стихий. Я, да, благодарю. Я очень жду от вас этих единичек. Благодарю. Благодарю, Наталья. Спасибо большое. Всем, кто после плюсиков оставил единички, вижу, что люди присоединяются. Вы меня услышали. Благодарю вас. Ну, в таком случае я вам желаю хорошенечко поработать. Это очень, очень приятная практика. Но обращайте внимание на свое ощущение, на те ощущения, которые будут выдаваться в физическом теле. Потому что могут активироваться блоки. Поэтому просто контролируйте. Потом обсудим. Продолжение следует... 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 и нам надо что-то делать, а там-то хорошо, там чистые вибрации, чистые энергии. Это признак того, что есть с чем поработать у вас. То есть какие-то пласты вашей жизни, внутри вас что-то происходит, что требует просто трансформации. Поэтому не стоит просто так закрывать на это глаза, надо искать, убирать, работать и в эту сторону направляться. Благодарю Людмила, вторая Людмила и Юлия. Да, наполнилась. Очень замечательно, прямо что наполнилась. Но если... Вот, спасибо, напросилась. Если кто-то делал практику, но не хочет писать, просто поставьте плюсики, что вы делали и что вы здесь. Понравилась ли вы нога, икра болела при огне. У вас там, значит, проблемы, какие-то закупорки есть. На самих ногах блоков, конечно, не бывает, но бывают блоки повыше тела, но отростками, уходящие туда. Где-то там наверху все это располагается более. Если кто-то чувствовал дискомфорт во время практики, обратите внимание на те участки тела, благодарю Людмила, на те участки тела, которым было не очень комфортно, значит, там уже проявилась та информация, та основа, которая говорит вам о том, что надо с этим поработать, с этим поделать. Какие-то претензии к себе, к миру, к людям окружающим у вас присутствуют, и какие-то ваши душевные травмы, переживания активировались, и вы об этом можете даже не знать, потому что, еще раз повторяю, живем мы и руководит нами по жизни наше сознание. Оно ведет нас по жизни, оно приводит в нашу жизнь людей и обстоятельства. Мы своим сознанием можем хотеть одного, но подсознание нас всегда будет вести именно к тем людям, к тем ситуациям, к которым мы хотим прийти неосознанно. Потому что, еще раз повторяю, мы любим с вами находиться в состоянии страдать бедных, несчастных, потому что нам так комфортно. Зону комфорта никто не отменял, она существует, мы к ней привыкаем. Нейронные связи в нашей голове, все эти физико-химические процессы, которые там происходят, они укоренившиеся, они устоявшиеся. Поэтому для того, чтобы менять себя, свою жизнь и обстоятельства своей жизни, надо работать по всем фронтам и работать с направлением своих убеждений, мыслей, работать на энергетике, вытаскивать, на сознание вытаскивать и со всем этим справляться. Очищение, я очень чувствую, спокойствие, сейчас мы расскажем. Замечательно. Благодарю. Вначале была зима, заболела сразу правое колено, хочу с помощью энергии в огне. Сейчас вы спите. Замечательно. Молодцы, я благодарю вас за то, что вы поучаствовали в совместной практике и особенно за то, что вы делитесь своими ощущениями. Хочу сказать сразу, не расходитесь, не разбегайтесь, даже если вам где-то кажется, что я что-то мудное рассказываю или уже вы это знаете, впереди есть еще одна практика, которая позволит вам поставить внутреннюю программу на то движение по жизни, которое бы вам хотелось. Поэтому не расходитесь, не убегайте, будьте здесь. И чем активнее будете участвовать, тем более комфортнее будет и вам, и мне. Вот для того, чтобы понять, что что-то с нами не так происходит, надо в первую очередь задуматься о том, что внутри нас, наша внутренняя сущность, наша внутренняя составляющая, наша душа, она всегда ведет нас туда, куда нам хотелось бы пойти. Все наши внутренние стремления и желания, о которых мы с вами не знаем. Это так называемые наши истинные желания. Очень часто мы с сознанием хотим замуж, а внутреннее наше естество, оно совершенно на другое настроено. Но под давлением всего того социума, в котором мы живем, а мы живем в нем, и нам надо учиться с ним взаимодействовать, нам надо учиться отделять то, что нам на самом деле нужно, не поддаваться на давление, не поддаваться на манипуляцию, потому что как только мы начинаем это делать, мы уходим от себя. И тогда у нас образовываются и активируются наши травмы и наши блоки. Вот смотреть вовнутрь себя, спрашивать себя, подыскивать себе практики, где-то может быть телесные, где-то энергетические, потому что душа с нами разговаривает через тело, через образы, через сознание. Подсказки у нас есть всегда, только очень часто мы отмахиваемся от этого и не понимаем, а потом уже задним числом, ага, были сигналы, я не обратила внимания, вот тут болело, значит, если что-то где-то заболело, то знаете, что заболевает уже так, это последний звоночек, последний отпечаток. Значит, по всем энергетическим слоям уже прошлось и уже дошло до физического тела. Значит, уже проблема, с которой невозможно работать. Только медикаментозно, вы себе помочь не сможете, потому что они будут только снимать симптомы, а то, что с вами происходит, то ваше неудовлетворение собой и жизнью, оно никуда же не девается, поэтому работать надо именно в эту сторону тоже. Вот те, кто хотят попробовать начать работать с энергиями, с энергетическими практиками, такая мини-волшебная кнопка. Я подготовила набор энергетических практик. Людмила, можно кинуть в чат энергетические практики. Там три практики работы. Сейчас я включу вам слайды, ссылочка появится в чате, вы сможете перейти и посмотреть, почитать поподробнее. Три практики, которые позволят вам начать взаимодействовать. Нет, Людмила, энергетические практики, пожалуйста, ссылочка, по которой практики. Это попозже. Первая практика – это включение в поток энергии, когда мы начинаем учить себя чувствовать и ощущать потоки энергии, которые в нас входят. Вы прекрасно все знаете, что два основных потока, которые существуют, вне зависимости от того. Да, благодарю Людмила. Насколько вы знакомы с этим, незнакомы, нравится вам это или нет, есть поток Земли и энергии, поток космоса. Вот эти два основных потока. Вот научиться взаимодействовать с этими потоками, с этими энергиями. В этой практике есть такая еще фишка, можно заякорить это ощущение. То есть там есть такой небольшой момент, который позволит вам вспомнить только о некотором моменте, и эти потоки начнут уже работать. То есть вам не надо будет постоянно входить в эту практику и что-то там напрягаться. Такой вот мини-волшебная кнопка, потому что все всегда ищут именно волшебную кнопку, работать не очень все любим и хотим, поэтому подготовила именно такие практики, которые позволят вам настроить ваше тело. Наша же психика и наше подсознание, оно тоже реагирует на энергию. И когда мы доводим до навыка, это становится нашим образом жизни и образом восприятия себя, когда мы постоянно работаем с энергиями, это очень сильно повышает нашу энергетику, во-первых, во-вторых, мы с вами учимся при этом работать со своим подсознанием, оно тоже реагирует на это. Вот кто писал, не хотелось возвращаться. Именно потому и не хотелось, Люсия написала, что подсознание, это там классно, там чистые вибрации, там хорошо. Научить себя и позволить себе наполняться этими энергиями, это уже большой шаг к тому, чтобы возвращаться к себе и помогать себе. Вторая практика, это практика, которая позволит вам на уровне энергии настраивать правильный энергообмен с миром. Мы с вами все находимся в состоянии общения друг с другом. И находимся мы постоянно в обмене друг с другом, в энергообмене. Вот сейчас мы с вами тоже, часть из вас вообще никаким образом не участвует в энергообмене и получает кое-что от меня, но при этом сам ничего не дает. И это его проблемы, и это очень сильно очревато. Особенно вас тоже обратите внимание, те, кто ходит на вебинары и что-то везде только берет, берет, берет и сам при этом ничего не отдает, то это не очень хорошо. Вселенная наша любит, когда все находится в равновесии и обязательно будет дискомфортное состояние по каким-то областям. Поэтому я всегда призываю, общайтесь. Выходите на связь, давайте обратную связь. В этот момент вы вовлекаетесь в энергообмен, и он становится с нами равным. Те, кто участвуют в этих практиках и потом дают отклик, тут вот энергообмен, он не нарушен, он равный. Поэтому благодарю вас и желаю вам научиться этому энергообмену. Мы очень часто живем с ощущением на уровне сознания и логики, что мы в мир отдаем больше, чем получаем. Больше отдаем любви, отдаем денег, больше внимания своего времени, а получаем меньше. Это вот нарушенный энергообмен. И это все очень сильно чревато и нашим физическим здоровьем, и нашим перекосом в энергетических состояниях. Поэтому вот научиться, еще одна кнопочка, которая поможет вам научиться, это позволит. То есть если вы работаете еще и на ментальном уровне с этим, то работая еще на энергетике, вы опять-таки себе помогаете. Ну и любимая тема всех времен и народов – практика взаимодействия с денежной энергией. Как распознать эту энергию, как выйти именно на этот слой, вот как тут говорили, открыть каналы, поработать с каналами. Выйти на этот слой, где эту денежную энергию можно ощутить, и как взаимодействовать с ней, исходя из того самого энергообмена. Там есть тоже маленькие секреты, которыми мало кто владеет. Поэтому вот, пожалуйста, те, кто хотят помочь себе научиться и сделать шаги в сторону изменений и самочувствия, и психоэмоционального состояния, то, пожалуйста, три практики за 750 рублей. Я думаю, это даже смешно, потому что даже в магазин не сходишь за такую сумму. Ну, поешь на один день, купишь продукты, и все. А тут у вас такой подарок будет навсегда. Плюс еще я даю сразу свои контакты, и мы с вами будем всегда на связи. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, я всегда буду на связи. Вот такое предложение. А пока предложение вы перевариваете, не знаю, перевариваете или вы разбежались, потому что я вас не вижу. Хочу сказать вот об этом замечательном законе, который периодически приводит в нашу жизнь такие ситуации, таких людей, которые по кругу выводят нас в не очень приятное состояние. когда у нас активирована наша какая-то переваривание. Спасибо, Татьяна, переваривайте. И у меня будет еще два предложения, еще практика, так что переваривать вам еще придется много. Когда мы с вами находимся в состоянии, что у нас есть какая-то внутренняя проблема, внутренняя травма, о которой мы с сознанием можем даже не знать, это те же самые наши страхи, это те же самые моменты неуверенности в себе, это моменты неприятия себя, моменты неуважения себя, которые мы с вами даже не всегда понимаем. Вот эти все ситуации и моменты, они живут в нас, еще раз повторяю, определенными структурами. Вот эти структуры, они находятся же тоже на энергетической, это энергетическая составляющая, она существует на определенной частоте. И вот частота этих структур, а у каждого из нас есть немалое количество, часть из них будет периодически активироваться, часть живет там себе пока до поры до времени. Вот и представьте, мы взаимодействуем с вами с людьми, у которых тоже свои заморочки, свои тараканы, свои программы, свои конструкции, которые какие-то активные, какие-то неактивные. Вот если у нас активировалась какая-то наша программа страха или неуверенности в себе, или неприятие себя, это самое частое, что с нами происходит, то мы с вами обязательно будем попадать в ситуации, встречаться с такими людьми, у которых та же самая активная проблема, только, может быть, в другом русле будет, может быть, в противоположном русле, но в одной плоскости будет лежать. И по закону резонанса, вот эти наши конструкции, которые внутри нас уже образовались, они начинают как магнитом притягивать к нам этих людей и эти ситуации. Именно поэтому мы очень часто попадаем в одинаковые ситуации, очень часто мы с вами натыкаемся на определенных людей, и особенно это связано, знаете, с чем у кого очень явно проявляется. Когда у нас один брак не удался, мы идем в другой брак, потом в третий, и все то же самое повторяется, потому что проблема на самом деле была не решена. Поменяв мужчину или поменяв женщину, мы не увидим себя, мы только убежим от себя. Раз что-то где-то не сложилось, значит, есть что-то, что привело, какая-то травма, какой-то тараканчик в нас ожил, какая-то конструкция замигала ярким светом, и этот человек пришел в мою жизнь, и причем он будет в вашей жизни, как называется, бить по больным точкам все время. Сознанием это не всегда будет пониматься, но состояние неудовлетворения ни собой, ни им, ни вообще жизни, оно будет присутствовать всегда. Это же касается и детей, это же касается и денег, это касается вообще всех слоев нашей жизни. Поэтому обратите внимание и знайте, что если что-то происходит, и вам неприятно, некомфортно, особенно в отношениях с самыми близкими вам людьми, особенно в отношениях, когда вы находитесь в состоянии претензии, обиды или злости, в тот момент, когда мы себе говорим, нет, не могу простить, он меня так обидел, но на самом-то деле там никто и не собирался никого обижать. На самом деле просто мой таракан наскочил на его таракан, они сцепились, и то, кому там победить, неизвестно. Но есть еще и другой подход к этой ситуации. Он очень такой, знаете, он очень такой духовный, он такой мягкий, он очень красивый, мне он очень нравится, и поэтому я тоже вам сейчас об этом скажу, и если вам в свое время мне очень это помогло начать разгадывать ситуацию именно под таким углом. По этой теории, когда у нас с вами конфликтные отношения с кем-то, когда мы находимся в состоянии, что мы не можем простить, мы злимся и обиделись так, что все, не подходи ко мне, я обиделась, особенно, когда это очень близкие нам люди, то наши души, они же общаются с собой постоянно, друг с другом. Это мы своим сознанием до их уровня не дотягиваем, потому что мы никто и ничто по сравнению с их вибрационной характеристикой, частотной, они на более высоких вибрациях существуют, вам сложно их увидеть и услышать. И они постоянно общаются друг с другом, и они прекрасно всегда знают, что с нами происходит, что мы делаем не так, в какую сторону мы пошли не туда, какими мыслями мы себя накрутили, что мы ушли от себя. И вот в моменты, когда уже никак за нас бы стучаться было невозможно, тогда наши души договариваются друг с другом для того, чтобы нам такой пинок получить, чтобы мы начали смотреть на эту ситуацию по-другому. Не с ощущением того, что это такая свинья, она меня так обидела, а нет, что же во мне происходит, какая моя детская обида, скорее всего, вот сейчас, на данный момент, привела к тому, что вот я опять сейчас обижаюсь. А меня на самом деле будут обижать все время, потому что эта обида, пока будет во мне жить, детская, вот та самая, я ничего не смогу изменить. И на самом деле, тот, на кого я обиделась, на самом деле не имел ничего даже в мыслях, чтобы меня обидеть. У него свои проблемы, с которыми он своим сознанием никак не может справиться. У меня свои проблемы. Мы никак не можем увидеть и услышать все это. И вот когда уже ситуация, вот уже все, по-другому никак мы не понимаем, тогда наши души вступают в разговор друг с другом и начинают нас направлять, то есть доводят до накала, до такого накала, чтобы что-то произошло очень серьезное, вплоть до там разрывов, заболеваний, ну, у каждого свое. И вот если и в эти моменты мы с вами не начинаем смотреть в эту сторону, не начинаем работать с этими проблемами, с этими травмами, то мы их еще больше усугубляем. И даже если это был партнер, это был в супружестве муж или жена, даже если люди расходятся и продолжают жить в таком же состоянии, в котором они и были, ничего как бы не меняя себе, не пытаясь, не пробуя понять и, ну, очень красиво говоря, и громко и пафосно, не стать лучше, то тогда мы опять втюхиваемся в такого же рода ситуации, если не хуже и если не круче. А вы не можете их помнить, потому что нам не дано это помнить, поэтому есть практики, которые позволяют это работать. Понимаете, любая детская обида, я понимаю, что вам сейчас тоже не 20 лет, то есть это долгие годы эти обиды копились, мы их не можем все помнить. Даже если мы своим сознанием, сейчас уже, будучи взрослыми, вот в том состоянии, в котором мы с вами находимся, да, на пути к сознанию, к осознанности, мы понимаем, что это была детская обида, и своим сознанием мы как бы понимаем, что да, ну, смысла не было обижаться на маму с папой, потому что, ну, ничего такого там не было, но травма-то уже нанесена, и она живет на всех наших структурах. Она живет на энергетических телах, она живет в физическом теле, и она живет в виде нейронных связей в нашем голове и в виде химических, электрохимических сигналов нашего мозга. Вот работать надо именно с этим, вот вытащить именно эту энергетическую структуру и перенаправить, создать новые нейронные структуры. То есть работа такая, вот знаете, она в совокупности, что-то одно, оно никогда не помогает. Если действительно у вас есть обиды, есть проблемы, вы понимаете эту связь, то частично вы уже на осознание это вывели. Но приходите ко мне, у меня есть хорошие технологии, которые помогают это вытащить, даже несмотря на то, что вы не помните детскую обиду. По аналогии, все то, что с вами сейчас происходит, оно просто активирует эту детскую обиду, а это уже полдела, войти в то состояние и найти его там и вытащить, это уже, ну, чисто технический процесс. Поэтому вот ссылочка «Алхимия жизни», переходите, знакомьтесь, переваривайте ее. Это индивидуальная работа, три сессии, три практики и работаем с убиранием всего этого. И, ну, и, конечно, те, кто придут на индивидуальную работу, те, кому нужна действительно помощь, и те, кто действительно хочет изменить, а не просто находятся в состоянии, вот бы проснуться уже в другой реальности, то, пожалуйста, приходите, поработаем, и вы получите вот эти энергетические практики тоже в подарок, о которых я до этого рассказывала. Вот сознание жертвы, которое мы с вами частенько любим включать и уходить в так называемую страну жертв, это убеждение, которое заключается в том, что с нами поступили плохо, и тогда мы с вами обижаемся, да, а когда мы так реагируем, то перекладываем в этот момент ответственность на того человека, который нас якобы обидел, и не понимая того, что мы загоняем себя в ловушку, в ловушку по всем параметрам, по всем аспектам, по всем статьям, и энергетическую, и ментальную, потому что вот я вам только что рассказала, как это работает, позиции наших, общения наших душ, потому что никто там нас обижать даже и не хотел, а хотели, чтобы только мы услышали себя и начали смотреть в другую сторону, по-другому на себя, но когда мы начинаем ощущать, что с нами поступили плохо, то мы переложили ответственность на другого человека, и все, из себя сняли ответственность, и считаем, что пропускаем с этим разбирать, но на самом деле это наша проблема, во-первых, основная проблема, потому что мы обиделись, это уже проблема, надо разбираться и понимать, что так зацепило, что мы позволили себе обидеться, да, а не почему он меня обидел, а почему я так отреагировала, какую реакцию я выдаю, почему я эту реакцию выдаю, что с этим связано, и когда мы начинаем в эту сторону идти и смотреть, даже на уровне сознания очень многие вещи можно пересмотреть и начать перенаправлять себя совершенно в другую сторону. для тех, кто живет в состоянии постоянной обиды, гнева, раздражения на своего партнера по жизни, очень часто бывают такие отношения с родителями, с детьми, всякое бывает, то в эти моменты активированы определенные травмы, если вы хотите от них избавиться, то, пожалуйста, приходите, и мы с вами поработаем индивидуально, потому что это только индивидуальная работа, в группе ее проработать, конечно, можно, но бессмысленно, потому что у каждого в своей ситуации, у каждого в своей тонкости, в которых надо копаться, не каждый готов выносить на всеобщее обозрение, чтобы кто-то что-то услышал, не все любят делиться, поэтому это работа индивидуальная, да, прошу прощения, не две, а три встречи, на первой встрече мы просто познакомимся, побеседуем, я просмотрю вас на уровне энергетики, что с вами происходит, потому что очень часто, помимо вот тех конструкций, о которых я вам рассказывала, очень часто у нас бывают и энергетические, и эмпирические присоски, и чужие программы, и так называемые порчи, и все это тоже мешает, и это надо все посмотреть, и если они есть, я вам это уберу, то есть еще и так, и это сюда входит, и потом уже мы с вами встречаемся и работаем, работаем, убираем, перенаправляем, перезаписываем, как модно сейчас говорить, переписываем сценарий, я не очень люблю эту фразу, поэтому ее стараюсь не использовать, но многие и так привыкли слушать, поэтому, я думаю, будет понятно, что это такое. Если есть желание уйти от негативного состояния и прийти к гармонии, то, пожалуйста, вот по ссылочке «Алхимия жизни» это для вас, мы с вами поработаем, еще раз повторяю, три сессии, я забыла перейдевать, и я вам смогу помочь и не туда, и мы с вами справимся с вашей травмой. Что такое? Ну, куда-то он пошел не туда, вообще все мне показалось, все, что нужно, и все, что не нужно. Так что вот так. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете спрашивать, а то у меня опять ощущение, что я сама с собой разговариваю, Татьяна задала вопрос, и больше никто и ничто. И если вопросов нет, то я быстренько пройдусь, еще тогда расскажу вам про то, где живут различные блоки и страхи у нас. Пройдусь по чакральной системе, в двух словах расскажу, какая чакра за что отвечает, и что там у нас проживает. Если там блоки и чакры закрыты, чему это может привести, и расскажу, что я могу предложить. Если вам это интересно и вам хочется это сделать, тогда мы сделаем так. Сейчас мы пройдем вот ту самую практику, благодаря которой вы себе сделаете программу, выстроите так себе вектор движения по жизни, тоже в медитации, и потом уже я вам расскажу про чакры. Если хотите, если интересно, то пожалуйста поставьте плюсики. Татьяна вот поставила, а остальные либо разбежались, либо испугались. Ага, хотим, благодарю. Конечно, Татьяна, вы уже третий раз ставите плюсик, а остальные где? Опять, опять не вижу равности. чаша весов не должна перескакивать больше в меньшую сторону. Опять, да, благодарю все те же самые Елена, Наталья, Людмила, Людмила, Ирина. Ну, хорошо. Те, кому надо, те, кто хочет, те, кто понимает, что, чему и для чего, для вас я оставлю сейчас эту практику. И потом расскажу про чакры, потому что вы очень многое узнаете еще интересного про то, каким заболеваниям могут приводить заблокированные чакры. И расскажу, как вы можете себе помочь. Поехали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 что вы вернулись, что меня вообще слышно. И пойдем тогда немножко дальше. Неужели никто не делал, никто ничего не хочет, не написать? Благодарю, Людмила. Очень хочется наших гостей послушать вообще, что они делали, не делали и вообще. Да, спасибо большое. Чат, наверное, немножечко запаздывает. Ну, хорошо, спасибо за плюсики. Те, кто хочет чем-то поделиться, то, конечно, делитесь, пишите. Да, благодарю, Люсия. Благодарю. Спасибо большое. Ну и скажите мне, если вы не очень устали, если вам интересно, есть ли смысл сейчас рассказывать про чакры, вообще-то тема такая, она обширная, там много информации, и либо, если вы уже подустали, и вам хочется окунуться в свой мир, в свою реальность, то вы тогда просто потом у Елены попросите, и мы с вами сделаем отдельную встречу именно по чакрам. Напишите мне, пожалуйста, а я пока расскажу, что я вам могу предложить по этому поводу. Людмила сейчас еще раз кинет ссылочки, чтобы вы могли пройтись. Все наши чакры участвуют в том самом энергообмене, о котором я вам сегодня уже говорила, и без того, что он существует, мы бы с вами вообще не смогли существовать. То есть энергию мы с вами получаем через две основные чакры, первую и седьмую, как принято говорить, я по цифрам их не люблю называть, Муладхара и Сахасрара – это две чакры, которые принимают потоки Вселенной. Муладхара принимает поток энергии Земли, Сахасрара принимает поток энергии космоса, а вот остальные пять чакр участвуют во взаимообмене энергиями уже с окружающим пространством и с окружающими людьми. То есть в момент того, что мы поглощаем энергию через чакры от других людей и сами тоже выпускаем энергию через свои чакры, и они поглощают энергию, которая проходит через нашу информацию, через нашу внутреннюю систему, и таким же образом происходит момент программирования людей, таким образом в нас впихивают программы чужие, которые мы потом не понимаем, почему я это сделала, а вроде бы не должна была это делать. Вот семь основных чакр. Так как вы ничего не пишете, значит, вам уже не хочется, и поэтому я не буду вас тревожить. Если будет желание, вы напишите и попросите. Мы сделаем встречу отдельную по чакрам. А сейчас я хочу просто сказать, что я набираю курс, для того, чтобы научить вас, эта скайп-группа, в течение шести дней поработать, три-четыре человека в группе. Вы научитесь наполняться чистыми энергиями Земли и космоса. Вы научитесь использовать собственные ресурсы, то есть внутреннюю энергию свою, наполняться, очищаться, прочищаться. Вот то, что мы делали сегодня в медитации, это очень хорошо, но это не так эффективно, как когда вы научитесь работать и взаимодействовать с чистой энергией Земли и космоса. Вы научитесь направлять эту энергию, наполняться ею, очищать себя, гармонизировать и направлять ее на свои цели. Во время курса, это будет шесть занятий, каждый день по часу, по полтора, в зависимости от того, какая наберется группа. Вы научитесь контролировать свое энергетическое состояние, наполняться энергиями, распределять энергию, гармонизовать внутри себя все это пространство, все то, что касается работы именно с энергией, с энергетическими силами. Вы познакомитесь с чакрами и научитесь работать с каждой чакрой, как принято говорить, раскрывать чакры. Если есть там блоки, а они там есть, страхи, а они там есть, то они все активируются, и мы с вами прямо на группе у каждого, каждому я буду всем помогать, мы это все уберем, и вы научитесь это ощущать и поймете, сможете распознавать. А когда работаете на то, чтобы прочищать чакры, то вы уже позволяете себе, опять-таки, делаете вот те самые шаги по отношению к тому, что мы возвращаемся к себе, к своей собственной целостности, к пониманию того, что с нами происходит. Если есть там блоки, то их надо убирать, потому что каждая чакра, она несет в нее свои задачи, и определенная структура, из которой она состоит, она направлена на определенные цели. Это основные чакры, я не буду забивать голову сейчас всем тем, то и не нужной информации, чакр у нас еще на самом деле еще больше, эта информация абсолютно бесполезна, не нужна, я научу работать именно с теми основными чакрами, которые позволяют взаимодействовать с энергиями Вселенной и взаимодействовать друг с другом, потому что мы это делаем всегда неосознанно, а научиться этому нужно, во-первых, для здоровья, во-вторых, для энергетического состояния, и для психо-эмоционального состояния, это всегда нам идет на пользу. Познакомитесь с секретными моментами того, как, используя энергию определенных чакр, влиять на людей, но влиять не в плане манипулирования, а влиять на то, чтобы подстраивать ситуации так, как вам было бы удобно и комфортно. То есть, если это, например, разговор с начальником, то как это использовать энергию и знания чакр, чтобы разговор вышел в нужное русло, и при этом он выстроился так, как вам нужно. Как выстраивать отношения с партнерами, с детьми, используя вот эти знания и работы чакр. Также мы создадим определенные ситуации якорные, это будет практическая работа, в которой вы научитесь активировать эту чакру, каждый раз, когда вам нужно будет, вы будете вспоминать свои якоречки, будете активировать эту чакру, плюс еще расскажу, как, в какой ситуации, какую чакру нужно использовать, чтобы помогать себе. Это, еще раз повторю, 6 дней, скайп-группа, 3-4 человека. Мне очень важно видеть вас, то есть визуальный контакт, вот так, как на вебинарах, неудобно, не получится, потому что мне надо вас видеть, потому что в первый день еще я вас всех просмотрю, опять-таки, на наличие энергоинформационных поражений, есть ли у вас присоски вампирические, есть ли там чужие программы выпирающие, есть ли порчи, то мы все это уберем и потом уже приступим к занятиям. Две группы набираются, одна стартует 18 июля, есть еще свободные места, и 25 июля, и у вас есть возможность выбрать время занятий, дневное занятие с 3 часов, либо вечернее занятие с 19-30. Те, кто пожелают, захотят, то, пожалуйста, после оплаты сразу с вами свяжемся, и вы заполните заявку на то, в какую группу, в какое время вам удобно было бы заниматься. Те, кто хочет, но пока вот по каким-то своим причинам не получается, напишите, пожалуйста, вы получите ссылочку на то, чтобы записаться, чтобы вас внесли, забронировали вам место, и уже после этого, когда уже приступите к оплате. Стоимость курса за 6 дней 2 700, я думаю, что это тоже очень приемлемая цена, с учетом, особенно если посчитать, что это 450 рублей в день, это очень удобно, и то, что вы получите за момент, это такой хороший тренинг, тренинг, как работать с чакрами, вы научитесь взаимодействовать с ними, научитесь наполняться, прочищаться, убирать блоки, убирать страхи, и позволите себе быть более целостными, потому что все, что мы делаем именно в направлениях к этому, все надо использовать. Ну, в принципе, я рассказала все, что хотела вам сегодня рассказать, и про прощение мы затронули, очень надеюсь, что вы позволите себе посмотреть в эту сторону немножечко по-другому, переходите по ссылкам, закрепляйте за собой, бронируйте места на курс, пробуйте энергетические практики, вот кому, что на данный момент сейчас важно, нужно и интересно, пожалуйста, обратите внимание, на то, что вы можете помочь себе воспользоваться очень выгодными предложениями с моей стороны и по цене, и по качеству. Тем более, вы попробовали сегодня три практики, вы почувствовали мои вибрации, вы побыли в моем энергетическом поле, поняли, комфортно вам, некомфортно, если вам комфортно, если вас отрезонировало, и вы решили, что я смогу вам помочь, то я всегда буду рада и помочь вам и пообщаться с вами по взаимодействию и приблизить вас к себе. Ну, а теперь мне хотелось бы, чтобы вы пару слов, пару цифр, может быть, двух каких-нибудь написали, интересно было, неинтересно, что-то узнали, познали, заприметили для себя, но, по крайней мере, одну из практик прошли, понравилось, не понравилось. Пожалуйста, по десятибальной системе можете написать, насколько вам было интересно, что вы так неожиданно провели время со мной, не рассчитывая на это, и насколько вы не разочарованы. Благодарю, Елена. Больше никто не хочет высказать мое. Я всегда в конце напрашиваюсь на благодарность. Мне это важно, чтобы вы включились в конце, перед тем, как я выйду из чата, чтобы вы мне сказали спасибо и поставили точку в нашем энергообмене. Отлично, у вас магическое голосование. Благодарю вас, Татьяна. Да, я очень стараюсь, когда я все это делаю и музыку подбираю на частотном уровне, чтобы она соответствовала тому содержанию, которое вкладывается в эти практики. Иначе нет никакого смысла. Музыка очень сильно помогает настроиться на частотную характеристику, поэтому я сама музыкант по первому образованию, по призванию жизненному, поэтому я все это чувствую очень тонко. Я рада была сегодня побыть с вами, хоть и не в свое время, но это не имеет никакого значения, значит, так нужно было. И я желаю вам хорошего продолжения вечера, чтобы вы находили ответы на свои вопросы. И самое главное, не забывайте, что на том пути, на котором мы с вами находимся, нас поджидают опасности в виде ловушек, которые мы сами себе подстраиваем. Мы начинаем сопротивляться. Включается огромное количество защитных механизмов, поэтому не позволяйте себе выпадать в эти ловушки, не позволяйте себе растекаться, вот мне надо все и сейчас, но у меня нет денег, я не могу. определите для себя конкретно, что вам нужно на данный момент больше всего. Вот задайте себе вопрос, с энергией работать, или, может быть, с установками поработать, или вы знаете, какая-то там, я не про себя говорю, а вообще, в принципе, травма какая-то у вас есть, и вам бы хотелось, вы понимаете, что вам нужно с этим справиться. Ищите себе практиков, ищите себе школу, может быть, конкретных коучей, которые помогут вам работать с конкретикой, а не просто так вот, хочу много денег, и здесь, и сейчас. Это не помогает, потому что даже если говорить о деньгах, а у нас всегда первым вопросом все говорят о деньгах, что не хватает денег, хочу больше, это всегда всего лишь следствие тех процессов, тех внутренних проблем, тех страхов, которые в нас живут, которые не позволяют деньгам приходить в нашу жизнь. Это же касается отношений, это же касается здоровья, поэтому ищите конкретно, что вам нужно, чего вы хотите, и подыскивайте себе мастеров, которые будут вам помогать в этом. И все, больше я ваше внимание не задерживаю, я буду с вами прощаться, и пожелаю вам хорошего продолжения вечера. Живите в любви и гармонии с собой и окружающими. И передаю микрофон Елене. Эвелина, как всегда. Да. Продолжение следует...